Привет! Это программа «Кино в деталях» и я, ее ведущий, Федор Бондарчук. Смотрите сегодня в выпуске. Шутки в сторону. Наверное, да, я уже как-то перешутила немножко в кино. Хочется сейчас чего-то серьезного. Главное про Светлану Ходченкову прямо сейчас. Я сама с собой дружу. Я себе нравлюсь. У меня не было никогда каких-то серьезных актерских загонов. Эксклюзивное интервью актрисы нашей программе. Фестивальные истории Алексея Германа-младшего. Вообще, первую Венецию запомнил плохо. Нервничего. Все время мне приходилось выпивать. И близкий Довлатов, который едет в этом году в Берлин. Когда Елена Довлатова и Екатерина Довлатова приехали в Питер, вдруг рассказали мне, что они, оказывается, жили на даче у моего бабушки и дедушки. В том доме, где я вырос. Алексей Герман-младший сегодня в гостях у Федора Бондарчука. В основном конкурсе международного берлинского фестиваля Россия представлена фильмом «Довлатов», о самом, наверное, популярном российском писателе послевоенного времени. Автор этой картины Алексей Герман-младший сегодня у нас в гостях здесь, в студии программы «Кино в деталях». Леша Герман, безусловно, питерский интеллигент. И вообще Питер отличается. Это другой город, другая организация, другой темпоризм, другие коммуникации, что-то осталось, они дорожат этими коммуникациями. Их заталкиваешь в «давайте в будущее», «давайте вперед», «давайте» и так далее. И тогда ты понимаешь, что это совершенно не нужно. Они охраняют такую важную территорию. Он действительно, и семья его, конечно же, питерский интеллигент. Если говорить про «Ленфильм», то есть для сайта директора, у которого я являюсь, это, конечно, семья спасла «Ленфильм». Им это надо говорить и не забывать, когда все как бы более-менее нормально, и студию по большому счету спасли, и такой сложный период прошел. И Леша продолжает традиции, и Леша – неотъемлемая часть «Ленфильма». Поэтому так радостно, что в титрах Довлатова, который едет на берлинский фестиваль, участвует в основном конкурсе, стоит марка «Ленфильм». Это его студия, его дом родной. И я кроме слов благодарности ничего не могу сказать. И пожелания ему успеха на Берлине. Леша, дорогой, здравствуй. Страшно рад видеть тебя в гостях. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя с картиной, с Довлатовым. Фильм едет в Берлин, в основной конкурс. Но начать я хочу с другого. Я хочу тебя, вот пользуясь случаем и пользуясь возможностью сказать это на всю страну, я тебя хочу поблагодарить за «Ленфильм», за помощь твою, за помощь твоей семьи, Светланы Игоревны, за твое участие в судьбе «Ленфильма». Я это невероятно ценю и благодарю тебя. Спасибо тебе большое. Спасибо. И начнем мы наш разговор. Довлатов. Насколько я знаю, семья вообще ревностно относится к любому упоминанию в кино, в документальных произведениях фамилии Довлатов. И насколько я знаю, поправь меня, если я не точен, по-моему, вы начали сговариваться после «Бумажного солдата», и чуть ли не менее не от них исходила инициатива создать фильм о Довлатове. Ну да, примерно это, наверное, год 2008. До этого были какие-то мысли, но я не был знаком с Катей. И тут абсолютно неожиданным образом пришло письмо от Кати, нашему товарищу общему Артему Васильеву, продюсеру фильма «Бумажный солдат», что Катя была бы не против... Катя — дочь Довлатова. Что если бы мы в какой-то момент поработали вместе и попробовали бы экранизировать что-то из Довлатова. Значит, мы начали это обсуждать, но в то время я уже начинал фильм под электрическими облаками, у которого была такая долгая, невероятно мучительная, тяжёлая история создания. И мы это всё дело отложили. Пока я доделал «Бумажный солдат», вышел «Говорухина» фильм, и в какой-то момент мы, Катя, списывались, продолжая обсуждать, собственно говоря, историю про Прозу Довлатова. И я предложил, а давайте попробуем сделать не то что автобиографию, но попробуем сделать такой выдуманный какой-то кусочек из жизни Довлатова, его друзей, Бродского, художников и писателей Ленинграда про молодость, про счастье, про 71-й год, про семью. То есть это история до эмиграции? Это история до эмиграции, это история до отъезда Бродского, это история до отъезда Довлатова в Прибалтику. И мне казалось очень важным попробовать снять фильм про молодых ребят, потому что мы всё-таки их знаем уже, когда они иные, когда уже Довлатов более грузный, когда уже Бродский, переживший много всяких неприятностей в эмиграции в том числе. А здесь, как они молодые, им сложно, их не публикуют, но им кажется, что, в общем, всё впереди, и как-то всё сложится, хотя временами, в общем, им и страшно бывает. Это твоё ещё и объяснение в любви Питеру. Ну, конечно, потому что, во-первых, я вырос примерно на тех же улицах, на расстоянии полутора километров. Во-вторых, я примерно себе представляю город, интеллигенцию, то, как было, то, как разговаривали. Я попозже родился, но многое было неизменным. А смешно, что в процессе работы над фильмом, когда Елена Довлатова и Екатерина Довлатова приехали в Питер, мы их привезли, чтобы показать артиста, посоветоваться, вдруг рассказали мне, что они, оказывается, жили на даче у моего бабушки и дедушки, в том доме, где я вырос. Отец, в общем, не то что был близким другом Довлатова, но знал Довлатова. Ну, они пересекались. Ну, все вот так вот, понимаешь, допустим, мой дед помогал восстанавливать брата Довлатова на Ленфильме, о чем написано в прозе, который, как известно, работал на Ленфильме, потому что вот это вот все вот так вот пересекается. Все фильмы Германа Младшего попадали на крупные международные фестивали. Почему? Ответ ищем в нашем сюжете. Ну, во-первых, это талантливо и очень красиво. Игнорировать безупречный визуальный ряд фильмов Германа решительно невозможно. У его новой работы вновь международная премьера. Довлатов едет в Берлин. А это значит, что Герману придется таки выйти на красную дорожку. Свинец у меня костюм, у меня его съела моль. Да, таких дырок. Смокинги у меня какие-то висят. На вопрос, могу ли я в них влезть. Пытаюсь написать роман. Не выходит. Кажется, сам Довлатов наверняка бы понял Алексея Германа. В фильме сербский актер Милан Марич носит пиджак с удлиненными рукавами. Говорящая деталь от художника по костюмам и жены Германа Елены Акопной. Сергей Донатович особенного телосложения. У него были довольно длинные руки. И, видимо, не хватало пиджака традиционного. Поэтому выпарывали кусочек. И доставляла мама, видимо, вот эту вот хлопковую тряпочку. И вот мы это тоже повторяли. Кстати, еще одну находку из предметного мира Довлатова, собранного на барахолках, окопная принесла мужу-режиссеру домой. На память о съемках. Леша принесла. Он любит очень солдатиков. Те, которые из детства. Наряда для фестивальной красной дорожки у художника по костюмам, как и у режиссера, тоже пока нет. Герман и Акопне не скрывают, что светская жизнь для них обоих – испытание. А улыбнуться? Чего вы грустные такие на дорожке? Я очень люблю позировать, делать вот это, вот это. Мне это раздражает, на самом деле. Для меня это не очень уютное времяпрепровождение. Строго говоря, не всегда. В киноархиве «Кино в деталях» есть кадры, на которых Алексей Герман играет в воображаемый футбол, увлеченно фотографирует фестивальную толпу и вообще с видимым удовольствием оставляет след в истории киноискусства. Нервирует Германа то, что этот забег, пусть и по красной дорожке, но тоже на результат. Это вообще как бы профессия честолюбивых, недобрых людей. Чем ближе, собственно говоря, развязка, тем больше ты все равно нервничаешь. И дальше там вопрос, как ты просыпаешься. Ты просыпаешься с Будуна и смотришь, о, награду получил, неплохо. Просыпаешься с Будуна, ощущение кислое. У меня же такое мучение. Еще тебе, кажется, ничего не дали. Ну и фиг с ним. Это что, тоска по поводу льва мы снимаем? Золотой лев, главная награда Венеции, пока Герману не дался. Но вообще на этом фестивале его особенно любят и почти неизменно награждают. Начиная с дебютного последнего поезда. Потом здесь аплодировали его горпастому. Сейчас вы видите, как Данила Козловский дает, возможно, первые в своей жизни автографы. Вообще первую Венецию запомнил плохо. Потому что все время очень нервничал. Все время мне приходилось выпивать. Вторую Венецию тоже запомнил плохо, потому что выпивать уже приходилось меньше. Но был какой-то более насыщенный график. В тот год Герман привозил в Венецию бумажного солдата Ичилпан Хаматову. Поближе, поближе. А увез Серебряного льва за режиссуру. Из фестивальных примет я понял, что когда тебя начинают подходить и поздравлять на улице, ты ничего не получишь. С горпастом ко мне подходили какие-то итальянцы, говорили, да, 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 вы следующий. В Берлине ко мне подходили, да, 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 вы следующий. Я так посмотрел, сказал Ленка, жене сказал, ну, куда только улетаем. Ничего особо не дадут. Ничего особо не дадут. Это награда за выдающиеся художественные достижения в фильме «Под электрическими облаками», где Елена Акопная также отвечала за визуальный ряд. В общем, вы уже поняли, у максималиста Алексея Германа большие амбиции. И программа «Кино в деталях» от всей души желает, чтобы в этом году с Довлатовым они притворились в жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Через пару минут кино в деталях покажет. Колесо чудес увязло в секс-скандале. Эта система работала десятилетиями на Харви Вайнштейна и продолжает работать на Вуди Аллена. Или почему в этом наградном сезоне многообещающий фильм Вуди Аллена прокатились с номинациями? Для меня очень много значит, что актрисы Джессика Чейстейн и Сьюзан Сарандон заявили, что никогда не будут сниматься в его фильмах. Колесо чудес уже видела Екатерина Силаева. Необъяснимо, но хайп. Или какая суперспособность обнаружилась у Светланы Ходченковой? Друзья сначала думали, что я шутила, а когда приехали в гости, поняли, что все серьезно. Главное про Светлану Ходченкову прямо сейчас. У меня не было никогда серьезных актерских загонов. Эксклюзивное интервью актрисы нашей программе. Не вышел ростом. Или как Джон Сноу чуть не обратился в Довлатова. Слушай, он похож. Да. Я не думал об этом. Сейчас ты сказал. Да. Он похож, конечно. Правда похож. Один в один, но маловато. Махонький. В Питере жить. Или как из сербского артиста они делали Сергея Довлатова. Он учил русский язык. Мы его откармливали салом. Мы снова в студии программы Кино в деталях. А у меня в гостях Алексей Герман. Алексей, продолжим. До меня доходили слухи. Кастинг, кастинг, кастинг на Довлатова. Так в результате никто ничего и не узнал. Но молодые люди, артисты, выстроились в очередь. Как все это происходило? У тебя такая международная группа. У тебя оператор. Совершенно культовый художник. И главная роль, насколько я понимаю. Иностранец. Иностранец. И вообще много иностранных актеров. Да, да, да. И как все это происходило? Как ты искал? И самое главное, почему? Сложная задача. Во-первых, мы изначально решили, что он должен быть похож внешне. Во-вторых, он все-таки должен быть, ну, относительно высокого роста. А в-третьих, он должен быть обаятельным. Да, нам нужен был герой, в которого влюбляются женщины. Не симулирует это, потому что в нем это есть в самом. Нам нужен был человек ранимый. Нам нужен был человек обаятельный. И нам нужен был крупный артист. Вот сочетание всех этих факторов привело к тому, что мы в России не нашли. Значит, мы начали просеивать ближние зарубежья, Европу, Израиль, Америку. И абсолютно неожиданным образом, после уже абсолютного бреда, потому что мы хотели звать этого парня, который снимался в «Игре по историю» Джона Сноу. Но он маленького размера. И потом вряд ли мы ему были бы нужны издаватого. Слушай, он похож. Да. Я не думал об этом. Сейчас ты сказал. Да. Он похож, конечно. Правда похож. Один в один. Но маловато. Махонький. Махонький, да. Тогда появился Милан Марич. Абсолютно неожиданно. Во-первых, он обаятельный. Во-вторых... А как он появился? У тебя есть кастинг-директор? У тебя международные коммуникации? Конечно. У нас много кастинг-директоров в разных точках пространства. Но, собственно говоря, заслуга в поисках Милана Марича принадлежит Володе Голову, кастинг-директору, который начал просеивать ряд стран, в том числе и Сербию. И говорит, о, вот этот вот, вот это лучшие три сербских актера. Значит, один не смог приехать, сломал ногу, а приехал Милан. И ровно через 20 минут стало понятно, что Довлатова мы нашли. Ну, потому что он выдающийся, очень талантливый парень. Дальше мы его поселили в Питере. Он учил русский язык. Мы его откармливали салом. Ну, потому что он очень спортивный. Он очень мускулистый слишком. Значит, он ходил... Жил все время в Питере? Ну, нет, месяца три он прожил в Питере, конечно. Вот. И только потом мы начали снимать. Выпивали? Нет. Как-то ты его знакомил с Питером? Все-таки часть Питера осталась. Ты знаешь, мы с ним, по-моему, и не выпивали до съемок. Просто он жил в Питере. Ну, жил в Питере. Он как-то сам, возможно, выпивал. Я не знаю. Вот. Но как-то он изменился в итоге. Что-то случилось? Ты какой-то бледный. Не, ничего. Может, тебя посмотреть? Иосиф, все твои знания по медицине ты получил во время работы в морге. Это Шалом Шварц, замечательный художник. Это Иосиф Бродский, не менее замечательный поэр. Очень приятно. Это Николай тоже, замечательный художник. Иосиф, очень приятно. Шалом, только не рассказывайте Иосифу о своей болезни. Он практиковался в морге. А расскажи про Бродского. Бродского посоветовал Константина Львовича. Скажи, посмотрите Артура Бесчастных. И, соответственно, мы посмотрели, и действительно, как живой. Он даже говорит очень похоже. Скажи, пожалуйста, кого играет Даня Козловский? Даня Козловский играет собирательный образ художника, запрещенного одновременно фарцовщика. Вот. Были такие в Питере. Современных русских писателей знаете? Евтушенко, Солженицына? Нет. А мы Дельштайме слышали? Не слышала. А мы как Моцарт да Сальери. Я Моцарт, конечно. Ты Моцарт? Да. А я Сальери? Нет, ты Моцарт. Простите, я Чехова знаю. Серега, я тоже. Двух Моцартов не может быть. Один. Конечно, это выдуманный персонаж. Знаешь, там есть реальные персонажи и выдуманные персонажи. У Козловского мы достаточно долго с ним, с Леной Окопной, собственно говоря, и художником по костюму моей женой по совместительству, значит, искали этот образ. И ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза ничего не получалось. А потом вдруг бах, как-то нашлось, и как-то легло на Данию. И у Дани отлегло, и у нас отлегло. И дальше мы поехали уже. Наш сегодняшний гость – тот режиссер, о работе с которым актеры потом долго и с удовольствием вспоминают доказательства в нашем сюжете. Трудно представить, чем стал опыт съемок у перфекциониста Алексея Германа для Довлатова Милана Марича. А вот Светлана Ходченкова, у которой в фильме лишь два небольших эпизода, вспоминает эти несколько дней с трепетом. У Алексея Германа достаточно специфический подход к съемкам. Я с таким еще не сталкивалась никогда. Мы весь день практически репетировали. И только, наверное, часа за два до окончания смены мы начинали снимать. И еще одно испытание на этой площадке было для меня, когда режиссер просил после каждого дубля подходить в палатку и отсматривать полученный результат. Сначала я приходила, отворачивалась, просто не смотрела принципиально. Потом мне сказали, надо смотреть, нужно понимать, какие ошибки, потому что очень много героев в одном кадре. Напиши ты про эту античность. Прекрасное время было замечательное, правда? Ты что? Пошла отсюда. Ходченкова в Довлатове одна из его бывших и до сих пор влюбленных. Актриса-неудачница с грустными глазами. По сути, продолжение ее же персонажей из конца прекрасной эпохи Говорухина. Именно так в фильмографии Ходченковой теперь два фильма про Сергея Довлатова. Пушкин волочился за женщинами, Достоевский предавался азартным играм, Есенин пил. Пороки свойственны гениальным людям. С твоими пороками нужно быть как минимум хомингуэем. История одна из тех, о которых, наверное, даже не мечтают. Потому что, снявшись в одной истории про Довлату Станислава Сергеевича Говорухина, невозможно было даже представить, что будет еще одна картина, куда меня могут пригласить, тем более это Алексей Герман. Я готова была сниматься там даже без слов. Потому что были слова, это уже хорошо. Кого я играю, я... Я без слов. Зато снимаюсь у великого режиссера. Вот сейчас я понимаю, что, наверное, да, я уже как-то перешутила немножко в кино. Нашутилась пока, наигралась в это. Хочется сейчас чего-то серьезного. Совсем недавно мы с моим агентом как раз об этом разговаривали, что нужно немножко проснуться. Проснуться, потермошить себя, поговорить с самой собой о чем-то серьезном. Поговорить о серьезном, как в Довлатове, и промолчать полфильма, как в комедии «Жизнь впереди». Главное про Ходченкову прямо сейчас она никуда не торопится. Во-вторых, больше отдыхать, больше проводить времени. Ну, самой с собой. Выполнив обязанности кинозвезды, она с облегчением смывает косметику. Вот и к нам на интервью Ходченкова пришла едва накрашенной в худи и джинсах. И, кстати, фото без макияжа – одно из самых популярных на ее странице. Я сама с собой дружу. Я себе нравлюсь. Я могу себе позволить пойти куда-то без макияжа. И более того, я получаю от этого удовольствие, что я не струсую кожу каждый раз бесконечными какими-то средствами. Потому что, поверьте, мне этого очень хватает в работе. Две недели назад Ходченковой исполнилось 35. Ой, Господи. Но по этому поводу она не написала ни итогов, ни ту-ду-лист на будущее. И спасибо ей за это. Я, во-первых, не чувствую себя на свой возраст, и мне комфортно в этом. Нет каких-то мыслей – вот тебе уже 35, нужно, чтобы к этому моменту уже было это, это, это. Нет, я себя очень хорошо чувствую. У меня не было никогда каких-то серьезных актерских загонов. Я всегда очень адекватно к себе относилась. Я понимаю, что если сейчас есть работа – хорошо, не будет. Ну и отдохну, просто отдохну. А теперь наша рубрика «Удивительное рядом». Я умею вязать, буду вязать, выкладывать в социальные сети какие-то продукты со своими деталами. Когда у меня друзья недавно знали, что я могу вязать, они настолько назаказывали. А что вы вяжете? Это были какие-то салфетки, под чайник, под чашечки, такие розового цвета, красивые, прям такого зефирного цвета. Друзья сначала думали, что я шутила, а когда приехали в гости, поняли, что тут как бы дело вообще не в шутках, а все серьезно. Светлана, спасибо, что поделились. Редакция «Кино в деталях» тоже готова записаться в лист ожидания на розовые салфетки и ультрафиолетовые шарфы. А еще мы, и это совершенно серьезно, желаем вам удачной премьеры Довлатова в Берлине. Пройти по красной дорожке с Алексеем Германом с первого дубля. Вернитесь с кухни сразу после рекламы. Колесо чудес увязло в секс-скандале. Эта система работала десятилетиями на Харви Вайнштейна и продолжает работать на Вуди Аллена. Или почему в этом наградном сезоне многообещающий фильм Вуди Аллена прокатились номинациями? Для меня очень много значит, что актрисы Джессика Честейн и Сьюзан Сарандон заявили, что никогда не будут сниматься в его фильмах. Колесо чудес уже видела Екатерина Силаева. И снова женщины против мужчин. Жениться надо? Срочно. Холостяк Александр Головин по-быстрому отвечает на провокационный блиц Ивана Закадрова. Специально для программы «Кино в деталях». Федор Сергеевич, снимите меня хотя бы в мультике. Я вас очень прошу. Как он открыл звезду поколения? Появляется запись какого-то молодого человека. Извините, немножко прыщал еще. Тогда учился уже у Додина. А до этого он снимался в сериалах, когда был мальчиком. И как Алексей Герман уговаривал его стать героем блокбастера? Я ему тогда сказал, что в театре ты так и так будешь работать. А так вдруг ты станешь суперзвездой. Попробуй. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Алексей Герман. Алексей, продолжим. Расскажи про костюмы, про мир, про художников. Как ты Питер снимал? Что ты отрисовывал? Потому что общие планы есть Петербурга, есть машины, есть реклама городская сегодня. Что ты сделал? Потому что я посмотрел трейлер. К сожалению, я пока не видел картины. Но тизер выглядит убедительно. Ну, поскольку у меня все в семье, у меня жена одновременно была художником, постановщиком, художником по костюмам, никто не верил, что она с этим справилась. Но мы все строили. Поскольку мы не богатая картина, мы не блокбастер, мы залезали в брошенные здания или здания, которые стоят на консервации. И там Лена городила редакции, квартиры Довлатова, кухни, кафе того времени. Мы залезали в разрушенные дачи, ну, не разрушенные, а такие, знаешь, уже совсем старые. И там устраивали какой-то там предметный быт. То есть это огромная работа. У нас были тысячи и тысячи костюмов, огромные сложнейшие декорации и очень такой какой-то подробный предметный мир. Но надо сказать, что нам очень помогли, во-первых, жители города, которые несли костюмы и вещи того времени. Во-вторых, нам, в общем, помог сам город, потому что без Полтавченко ничего бы не было. И, в-третьих, вот на каком-то диком Ленином энтузиазме, потому что она не спала. Теперь слушай, ну давай, правда, расскажи. Она художник-постановщик. И художник по костюмам. И художник по костюмам. Это как возможно совместить? Это возможно, если ты сумасшедший, но талантливый. То есть здесь она тебе приносит эскиз кухни или кафе, а здесь она говорит, что вот, мне кажется, что этот образ, это как... Ты знаешь, это не та история, что когда мне кто-то приносит эскиз, и я говорю, да, вот надо так или надо не так. Это история, что я Лену в какой-то момент отпустил. То есть мы договорились о каких-то базовых понятиях, и дальше она своей командой, у нее большая команда была, она создавала вот этот, как бы, сложнейший мир. Она набирала как молодых, симпатичных ей людей. У нее была такая своя банда. К ее банде было страшно подойти, потому что ее банда пугала мою банду. О, как это интересно посмотреть было на съемочной пласятке. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, кинематографисты тут... Да, ну вот. И, понимаешь, иногда ты в жизни встречаешь стихийно талантливых людей. Ими не надо управлять, они как-то сами способны управлять. И на этой картине получилось выстроить систему, которая состоит из талантовых людей, которые ругаются, ссорятся, не разговаривают друг с другом часто, какие-то интриги идут. Но вместе образовался очень какой-то, очень какой-то боеспособный организм, который в какой-то момент ехал сам. Вот как мы с Миланом сидим, я понимаю, что не получается, он понимает, что не получается. И мы с ним разговариваем, как товарищи. То есть я не верю, знаешь, когда обычно говорят про артистов, что вот у них с режиссером, мы были друзьями и так далее. Ну вот эти вот, когда поют друг другу дифирамбы, да, очень часто это вранье. Особенно на хитах, когда есть успех у картины, и потом ты рассказываешь. Да, очень часто вранье. Я с ним не здороваюсь. Как? Мы же думали, что вы семьями, и только так рождается это у вас. Конечно. А это не вранье оказалось. Я никогда тебя не спрашивал про Даню Козловского и Гарпастову. А как складывалось... Эвтор Пронин, кстати, который тоже звезда-звезда. А как это произошло, и как ты потом на их жизненный путь смотрел? Вы остались товарищами, у вас сохранились добрые отношения. Да я его не видел после этой картины. Вот этот миф немножко... Расскажи мне про этот миф. Потому что, действительно, главную звезду, актерскую звезду своего поколения, Даню Козловского открыл. Ты и все его увидели. Я пришел на Гарпастову режиссером номер два. Для меня был другой режиссер. И другой сценарий. Это гениальная история. И другая история, я это помню. Да. И вообще история про другое была. Да. И вообще желание было другое снять в кино. Да. Прекрасный человек и замечательный продюсер Александр Иванович Вайнштейн каким-то невероятным образом не поверил. Поэтому я удалил всю предыдущую съемочную группу всех артистов. Мы перенесли действия из Москвы в Питер и начали все по новой. И была задача... Мы сидели с Вайнштейном. Он говорит, нужны какие-то очень обаятельные ребята, чтобы еще в футбол умели играть. Еще актеры хорошие. Я говорю, да, и еще нам нужен такой молодой Ален Делон. Вот давайте поищем. И вот в каких-то таких фантазиях мы, значит, общались. Месяц Ален Делона нет. Два месяца Ален Делона нет. Через три месяца вдруг появляется запись какого-то молодого человека. Извините, немножко прыщал еще. Который тогда учился уже у Додина. А до этого он снимался в сериалах, когда был мальчиком. И после этого там какая-то была маленькая роль еще в каком-то другом сериале. Не знаю. Даня пришел на пробы. И, соответственно, сразу стало понятно, потому что Женя Пронин уже был найден. Другие ребята уже были найдены. И сразу стало понятно, что вот это молодые, собственно говоря, люди, которые талантливы, которые хотят, и у которых есть драйв, и которые могут. И они не, как тебе сказать, они не стерто-сериальные. Конечно, Даня был тогда несколько менее известен и более такой нескладный, что ли. Вот. Но как-то вот мы эту картину сняли. Дальше он поехал. И я его уговариваю сниматься в Бракбастерах. То есть мы приехали с ним в Ригу, где показывали фильм «Гарпасту». Мы почему-то с ним пошли в казино в Рижское. Значит, сидели за автоматом, потому что денег у нас не было. И он мне говорил, что предлагают сниматься в Бракбастерах, а он не знает, может, ему все-таки посвятить себя только работе в театре. И я ему тогда сказал, что да, нет. Потому что в театре ты так и так будешь работать. А так вдруг ты станешь очень известным суперзвездой, богатым, и тебе будет легче, и жизнь будет более полноценная какая-то. Не полноценная, может быть, разная, неожиданная, необычная. Попробуй. Он, собственно говоря, попробовал. Вот. Потом он попробовал. Да, потом он попробовал. Колесо чудес Вуди Аллена, которое выходит сейчас в наш прокат, это прелестная ретро-комедия с мощной трагической ролью Кейт Уинслетт. Об удивительном сочетании несочетаемого в нашем сюжете. В свои 82 он, не сбавляя оборотов, продолжает выдавать по фильму в год. Время 50-е, место Кони Айланд, парк развлечений. Комната с видом на огни и колесо чудес, которое вечно идет по кругу. Идеальная метафора жизни, по словам режиссера. Ну а его колесо чудес, как сертификат техосмотра. Шестеренки крутятся, киноконвейер Вуди Аллена работает бесперебойно. Мой секрет — набрать команду великолепных артистов, оставить их в покое, позволить им делать свою работу, а потом пожинать лавры. Я уже много лет так делаю. Кейт Уинслетт Вуди нанял прямо по телефону. Она потеряла дар речи, он заикался и не слишком настаивал на своем. Я не была собой. У меня было ощущение, что это кастинг по телефону. И он говорил невероятные вещи. Я, я, у меня есть сценарий. И когда я его писал, я очень много думал о вас. Наверное, вы его возненавидите. Но если вы не захотите сниматься у меня, просто скажите. Наверное, у вас в жизни найдутся вещи поинтереснее. Я не могу вас заставлять. Нет, нет. Кейт Ив прям собиралась отказаться, решив ту сыграть такую героиню. Ей не по зубам. Ее жизнь — это не просто разрушенные мечты. Это настоящие ошибки, которые она совершила, и которые очень сильно изменили ее жизнь. Когда-то у нее был выбор, а сейчас его нет. Официантка Джинни похоронила свою мечту стать актрисой. Все, что у нее есть — постылая рутина. Сын, которого она утомляет, и муж, который ее раздражает. А еще бутылка, припрятанная под раковиной на случай, когда совсем прижмет. Твоя жена разлюбила рыбалку? Да притворялась она, чтобы поймать меня на крючок. Рыбой был я. Последняя радость — ее лебединая песня «Красавец-любовник», спасатель с пляжа, которого играет Джастин Тимберлейк. Пустобрюх, мечтающий стать великим драматургом. Я знаю, что ты сделала. Только не надо превращать все в дешевые мелодрамы. На самом деле скоро все превратится в шекспировскую трагедию, когда на пороге появится незваная гостья — падчерица Джинни. Извините, а Джинни здесь? Ну, я Джинни. Я дочь Хампти, вашего мужа. Он сильно удивится. Меня ищут и хотят убить. Вот что бывает, когда выходишь за гангстера. Конечно, если муж разбогател, закатывая людей в бетон, посуду там мыть не приходилось. Это взрывоопасный коктейль. Ревность, женская конкуренция и материнское чувство. Шансы, которые упущены навсегда и время, которое не вернуть. Неутешительный факт. Иногда бывает слишком поздно. Ты с ним целовалась? А тебе-то какое дело? Голова раскалывается. Вся жизнь пошла прахом. Когда дело касается любви, мы сами себе злейшие враги. Критики уже назвали эту роль Кейт Уинсли едва ли не лучшей в карьере. Но единственная статуэтка, которую она получила в этом наградном сезоне — премия Hollywood Film Awards. Многообещающее колесо чудес прокатились номинациями. И виной тому — скандал. Какой ваш любимый фильм у Вуди Аллена? Прежде чем вы ответите, вы должны знать. Когда мне было 7 лет, Вуди Аллен взял меня за руку и отвел на чердак. Темный и тесный, словно шкаф. А после этого совершил насильственные действия сексуального характера. Это открытое письмо Дилан Ферроу приемной дочери Вуди Аллена было опубликовано после триумфа «Жасмин». Вновь она напомнила о себе пару месяцев назад, как раз под выход «Колеса чудес». Дилан жалуется, что гендерная революция, развернувшаяся в Голливуде, пока очень избирательна. Для меня очень много значит, что Эллен Пейдж публично пожалела о том, что работала с Алленом. Что актрисы Джессика Чейстейн и Сьюзен Сарандон заявили, что никогда не будут сниматься в его фильмах. То, что мужчины, замешанные в сексуальном насилии, продолжают строить карьеру и хранить свои секреты — это не только вопрос власти, это вопрос коллективного выбора и очевидного решения. Кто сможет сказать? Эта система работала десятилетиями на Харви Вайнштейна и продолжает работать на Вуди Аллена. Аллен уже опроверг обвинения Дилан, но сейчас не то время, когда их легко забудут. Сестру поддерживает Ронан Ферроу, его родной сын. Тот самый журналист и правозащитник, который опубликовал расследование в Нью-Йорк Таймс, посвященное Харви Вайнштейну. Оно без преувеличения стало точкой отсчета новой эпохи для Голливуда. Да что Голливуда, после этой публикации мир уже никогда не станет прежним. Ну а зрители? Зрители запасаются попкорном. И это еще не конец. Не пропустите после рекламы. И снова женщины против мужчин. С женщинами надо соревноваться или бороться? Слушай, Вань, их нужно любить в первую очередь. Холостяк Александр Головин по-быстрому отвечает на провокационный блиц Ивана Закадрова. Жениться надо? Срочно. Специально для программы «Кино в деталях». Лех, вырубай камеру, пошли купаться. Настало ли время офигительных историй? Кто будет их сочинять? Мы сейчас как бы живем в такой пограничной ситуации и иллюзии успеха. Потому что на самом деле сценарный кризис никуда не делся. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Алексей Герман. Алексей, расскажи про Берлин, как это все происходит. Ну, в отличие... И расскажи мне про свои отношения с Канами. У меня, знаешь, у меня особо нет никаких отношений, никаких отношений... И ты вообще никак не рефлексируешь по этому поводу? Послушай, ну, во-первых, я особо никак не рефлексирую, потому что мы в Канне особо не... Может, ему один рассказал «Будьте вы прокляты» или что-то? Не сувались никогда, понимаешь? Потому что мы сувались в Венецию, потому что мы всегда заканчивали в июле картину. Почему? Ну, не успеваем. Ну, вот такое время, да? Я довольно много был в Венеции и... По-другому спрашиваю. У тебя есть картина, которая не была на фестивале? На крупном? Нет. Да. У меня даже короткометражка, которую мы снимали для Виски, была во второй по значимости программе Венеции. Значит, Венеция отличается от Берлина. Это очень смешно, потому что если в Венеции есть какой-то обаятельный итальянский хаос, им, в принципе, все равно, кто, как, пойдет, то в Германии ты в течение четырех дней утверждаешь, кто в какой машине сидит, кто подъезжает к этому дворцу фестивалей, кто в какой последовательности выходит. То есть с немецким методизмом каким-то. Вот. Ну что, Берлин, фестиваль хорош, но очень холодно там. Да, в это время. Да, очень холодно. Ну, как бы, а дальше посмотрим. Для России важнее Венеция, потому что для мира считается Берлин важнее, чем Венеция, а для России считается Венеция важнее, потому что Венецию больше знают, каналы и так далее. А все едете? Ну, я думаю, что да. Артисты-операторы. Слушай, ну сколько денег наберем на поездку, так и поедем. Поэтому я думаю, что кого сможем, вытащим, конечно, вывезем. Смотри, а что ты думаешь по поводу 2017 года? У нас доля 25 процентов, да, 50 миллионов человек посмотрело. Это, с одной стороны, зрительское кино. С другой стороны, аритмия и нелюбовь Бори Хлебникова и Андрея Звягинцева почти по 100 миллионов собирают. Это какое-то для нас диво-дивное, да, и все как-то развивается. Что ты вообще думаешь по поводу индустрии? Что ты вообще наблюдаешь? Что ты что-то выделяешь? Какие направления ты можешь отметить? Что тебе нравится? Что тебя раздражает? Год закончился, мы уже там в 2018 году. Ну вот что ты скажешь? Ну, во-первых, выросло новое поколение, которое все пропустили. А ты его видишь? Да, я его вижу. Я, видишь ли, не автолюбитель. Я хожу пешком иногда по 10-15 километров или езжу на метро. Поэтому я вижу, я вижу, что поколение изменилось. Я вижу много осмысленных, интересующихся вселенной лиц. И вот отсюда успех аритмии. Потому что вот это поколение стабильности, вот оно появилось. Да, вот оно, вот оно. Надо сказать зрителям, что мы говорим о зрителях у вас. Поколение зрителей. Да, да, это первое. Второе. Очевидно, что, как бы, в среднем русское кино становится лучше. То есть, как бы, если мы говорим о коммерческом, если мы говорим о блокбастерах. Очевидно, что профессионализм средний растет. Другое дело, то, что мне кажется, что мы все равно пока экспортируем определенное количество тем, определенное количество мемов. Мы экспортируем спорт, так или иначе. Мы экспортируем какие-то советские подвиги. Мы экспортируем космос и так далее. Важный вопрос состоит в том, что когда вот эти архетипически объединяющие нас сюжеты закончатся. Потому что все-таки в основном все сверхуспешное кино у нас, оно в значительной степени связано с прошлым. То есть, на самом деле, сценарный кризис никуда не делся. Это мне кажется. Мне кажется, что вот мы сейчас как бы живем в такой пограничной ситуации и в неком иллюзии успеха. Потому что через три года, если не появятся новые сценаристы, если не выпускать молодых, которые будут иначе говорить. Понимаешь, мне кажется, что молодые как раз, безумные там, вчерашние студенты и должны довольно быстро становиться мейнстримом. Вы не поверите, но женщины в нашем кино опять воюют против мужчин. На этот раз во время крымских каникул. Женщин, как известно, обижать не рекомендуется. А вот с мужчинами встретился, поговорил Иван Закадров в нашей рубрике «Сделаем это по-быстрому». Саша, привет, дорогой! Добрый день, привет! Слушай, а почему ты нас пригласил в гостиницу? Потому что новый фильм «Женщины против мужчин. Крымские каникулы» снимались именно в гостинице. Добро пожаловать в Крым, господа! Верите в Бога? Да. Тогда познакомьтесь со мной, ради Бога. Слушай, ну это вторая часть «Женщин против мужчин». А в чем отличие от первой? Ну, во-первых, там новые персонажи, там новые администраторы, и мы наконец-таки в разводе. Скажите, а есть ли сцены из реальной жизни в этом кино? Дружище, ну мы же живем в России, там все сцены реальны, потому что они для нас нереальны. Слушай, а вообще с женщинами надо соревноваться или бороться? Слушай, Вань, их нужно любить в первую очередь. Чем женщины лучше мужчин? Могу сказать, лучше кто? Лыжник или сноубордист? Круче сноубордиста. Почему мужчинам надо опасаться женщин? Ох, ну понимаешь, они все время чего-то хотят, не зная чего. И хотят, 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 вот это очень опасно. Расскажи случай, когда девушка удивила тебя, и тебе было не по себе. Вот совсем недавно моего товарища бросила девушка. Не знаю, за что, при каких обстоятельствах, но это ужасно и больно. Ты за патриархат или за матриархат? Я за родноправие. У меня есть мама за матриархат. Жениться надо? Срочно. Твой главный принцип в жизни? Ванечка, люби ближнего своего. Дорогой Вань. Фильм, который ты можешь пересматривать еженедельно? Отель Гранд Будапешт. Голливудский актер, с которым бы ты хотел сыграть? Вау! Джим Керри. Голливудский актер, с которым бы ты хотел посидеть и выпить чаю? Кстати, о чай. А можно фреш, пожалуйста? Ну, конечно же, Джим Керри. Ага. Какое у тебя было прозвище в школе? У меня была такая, спасибо, яркая майка с ромашкой. Называли, конечно же, ромашкой. У тебя есть скрытые таланты? Угу. А? Кстати, это помогает. Самый неприятный случай, который произошел с тобой на съемочной площадке? В трюковой сцене я однажды упал с трехметровой высоты на боемый рюкзак. Но я остался жив. Ох, спасибо, что живой. Что ты слушал, когда ехал к нам на встречу? Обе две. Нино Катамадзе, Линкен Парк. Твой любимый исполнитель? Линкен Парк. Скажи что-нибудь умное. Ууу, Эйнштейн сказал, есть две бесконечные вещи. Это вселенная и человеческая глупость. Хотя, впрочем, насчет вселенной я сомневаюсь. Люблю гостиницы, где есть спа. Александр, можно с вами с фотографией? Конечно. Вот скажите, пожалуйста, по каким сериалам вас чаще узнают? Кадетство папины дочки, либо кремлевские курсанты? Я ралаш. Слушай, а что тебе пишут фанаты в социальных сетях? Чаще всего пишут, как дела и какие мои новые роли. У тебя недавно был день рождения, поздравляю, кстати. Сколько стукнуло? 29. Ближусь к тридцатке. Как долго ты можешь что-нибудь праздновать? Ах, Ваня, у меня единственный отдых с 1 по 13 января. Поэтому 13 дней смело могу кататься на сноборне. Какой флешмоб ты бы хотел устроить? Спа, стрип, флешмоб. Куда поешь отдыхать этим летом? Вань, я уже тебе сказал, я отдыхаю только в январе. Слушай, моя рубрика – это любимая рубрика Фёдора Бондурчука. У тебя есть шанс сказать напрямую ему несколько слов. Фёдор Сергеевич, снимите меня хотя бы в мультике. Я вас очень прошу. Ну и самый главный вопрос. Что тебя раздражает в людях с телевидения? Ничего меня не раздражает. Раздражает только, что мы в рабочий момент не можем отдохнуть. Лёх, вырубай камеру, пошли купаться. В развязке кино в деталях. Между двух столиц. Ты где сейчас живешь? В Москве или Питере? 50 на 50. И что будет после Довлатова? Довольно сложные идут сценарии. Потому что мы на один рассчитывали, что нам будет хороший пришёл. Не вышел. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Алексей Герман. Алексей, вот о чём хотел тебя спросить. К тебе на студию приходят молодые? И я слышал, что у тебя... Вот это меня заинтересовало жутко. У тебя есть пару-тройку идей для мейнстримовской картины. Да у меня было масса идей для мейнстримовских картин в какой-то момент. Но в Питере сложнее с молодыми, чем в Москве. Потому что в Питере, на мой взгляд, не очень хорошо работал этот институт. Кино и телевидение, мне кажется... По мне так он вообще не работает. Ну, я мягко говорю. Ну, я могу... Вы всё-таки петербуржцы, пусть я буду плохой, но по мне так он плохо работает. Да, и там действительно много студентов, много платных студентов готовят плохо. Две тысячи человек. А ты встречал у себя на площадке студентов? Ты знаешь, во-первых, мы половину уволили сразу за профнепригодность? При всём уважении к студентам, они должны что-то знать, если они приходят на площадку. Но нет, у нас есть несколько человек, которые прошли всю картину. Но их единицы. Мало того, что мы говорили, ребята, приходите к нам, вы будете бесплатно стажироваться. А если будет хорошо работа, мы вам будем зарплату платить. Пришло что-то шесть или семь человек. Мы в то время были одной, наверное, из основных, наиболее крупных картин в Питере. Мы говорили, давайте, мы готовы пускать на площадку, готовы как-то интегрировать в кинопроизводство. Почти никто не пришёл. Если в Москве с кадрами как-то получше, то в Питере с кадрами, в общем, пока нехорошо. То есть это как бы долго надо, видимо, растить опять. Ты где сейчас живёшь? Где ты время проводишь, работаешь? В Москве или в Питере? Пятьдесят на пятьдесят. Потому что когда мы снимаем, мы снимаем, конечно, в Питере. Сейчас история, что выход фильма, конечно, больше в Москве. Но, в принципе, я живу между городами. Можно говорить о будущем проекте? Ты знаешь, у нас их несколько. У нас есть несколько мыслей разных. К сожалению, довольно сложно идут сценарии. Потому что мы на один рассчитывали, что нам будет хороший пришёл. Не вышел. То есть как бы этого с этим автором не получится. То есть ты сейчас не сам пишешь? Ты знаешь, я просто не успеваю. Ну, есть несколько проектов. Но вот сейчас мы пытаемся понять, какой лучше и какой реально снять. Потому что они в довольно широком диапазоне. От такого арт-мейнстрима про… Сейчас не очень хорошо будет звучать, но тем не менее, пока не выработана формулировка про русского олигарха, который сходит с ума. С бабами, с яхтами, с самолётами, с всякими анекдотами. Начиная и заканчивая военной драмой. И, возможно, ещё одним автобиографическим фильмом про одного из наших удающихся современников. Мы пока не понимаем, что реально, что нереально. Понимаешь? Потому что… Как напишется? Лёш, я тебя благодарю за этот разговор. Я тебе желаю удачи в Берлине. Спасибо. Вот. Все будем переживать и болеть. А, может быть, там и встретимся. Вот. И надо с Лен-фильмом, действительно, Лену туда со всей молодой кровью и всем этими интересными, разными, сложными, простыми, смешными, разными, талантливыми людьми туда перевести. Действительно, это должно быть место и силы. Я тебя ещё раз благодарю за участие. Это твоя студия. Ты на ней вырос. Мне кажется, это очень важно сказать, что за последний год-полтора Лен-фильм, если говорить пока про фестивальное кино, из трёх важнейших мировых фестивалей на двух присутствуют картины, в которых Лен-фильм участвовал. На мой взгляд, если говорить о каком-то культурно значимом кино… Это очень круто. Очень круто. Спасибо, Лёша, за разговор. Спасибо. Ну, спасибо. На сегодня всё. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok